Всем привет! Меня зовут Наталья Телегина, я журналистка Центра Досье. Я хочу поговорить на такую, может быть, немного неожиданную тему, как фейковая информация от источников. Наталья Телегина, журналистка Центра Досье, признана Минюстом России иностранным агентом. Автор расследования про ныне арестованного, бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. А также расследование про Александра Удодова, зятя премьер-министра России. После этого расследования Удодов официально развелся, чтобы формально порвать связь с семьей Мишустина. Приведу пример, недавно случившийся лично со мной. Как вы знаете, сейчас сложилась такая двоякая ситуация. С одной стороны, журналистам-расследователям очень трудно общаться с источниками внутри России. Потому что для тех попросту опасно общаться с расследовательскими СМИ, которые все сплошно агенты, нежелательные и прочие враги народа. С другой стороны, гигантское количество информации можно купить на всяких нелегальных площадках. Как вы понимаете, это широко практикуется. Например, именно благодаря информации, купленной в Даркнете, удалось найти подозрительных попутчиков Алексея Навального, то есть сотрудников ФСБ. И таким образом была раскрыта вся история с его отравлением. Журналисты «Беллинкэт», «Инсайдер» и ряда других СМИ получили список пассажиров рейса «Москва-Новосибирск» от 14 августа 2020 года и рейса «Томск-Москва» от 17 августа. Так обнаружились трое мужчин, которые летали либо покупали билеты на одни и те же рейсы с Алексеем Навальным и его командой. Потом выяснилось, что двое из них также летали с Навальным в Калининград. Так, шаг за шагом, были вычислены все восемь сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального. Перехожу к своей собственной истории, связанной с Даркнетом. Недавно мне тоже нужно было получить список людей, купивших билеты на определенный авиарейс. Я нашла дилера, который согласился раздобыть для меня такой список. Обычно эти сделки происходят через гаранта, то есть деньги платятся не напрямую исполнителю, а некому специальному человеку, который придерживает эти деньги, пока идет сделка. Примерно через неделю мне прислали некий список. Он выглядел как PDF-файл, там было примерно 120 человек, фамилия, имя, дата рождения. И тут возник вопрос, а как проверить, что этот список настоящий, то есть, что эти люди действительно летали этим рейсом. Для начала я решила убедиться, что такие люди вообще существуют. Я стала искать их в разных базах, включая всякие известные сервисы, вроде Глаз Бога или Химера. И довольно быстро обнаружилось, что этих людей попросту не существует. Мой список оказался полным фейком. Просто, как говорят на жаргоне, рисовкой. Человек, который его мне прислал, он не залезал ни в какую базу никакой авиакомпании, а просто, потратив полтора-два часа своего времени, нарисовал мне список несуществующих людей ради вознаграждения. История закончилась хорошо. Я доказала гаранту, что список фальшивка, и деньги мне вернули. История про Даркнет и авиарейсы, она немного примитивная. Ну, подумаешь, какой-то мелкий машинник пытался что-то украсть. Но, мне кажется, тут можно посмотреть немного шире. Разумеется, когда источник делится с вами информацией, очень редко его мотивация в том, чтобы заработать деньги. Но это не значит, что мотивация источника не может быть какой-то личный интерес, про который вы ничего не понимаете, и о котором даже не задумываетесь. Иногда этот интерес никак не мешает. Вспомним историю про пытки в российских колониях. Осенью 2021 года проект «ГУЛАГу.нет» опубликовал видеофотографии пыток заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области. Эти жуткие кадры были сняты на видеорегистратор, а впоследствии архив удалось вывезти из России и передать «ГУЛАГу.нет». Почти сразу же Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава Саратовского управления ФСИН был уволен. Вскоре Путин уволил и руководителя в Сейф-СИН Александра Калашникова. При этом эксперты, например, Ольга Романова из организации «Русь сидящая», предполагала, что ФСБ могла специально позволить вывести архивы с пытками, чтобы спровоцировать скандал, а в конечном счете добиться снятия Калашникова. Одновременно Романова подчеркивала, что публикация пыток проектом «ГУЛАГу.нет» принесла всем пользу. Кто бы ни был интересантом этого видео, такое видео нельзя было не публиковать. Но бывает другая ситуация, когда источник одновременно дает вам и правдивые, и лживые факты, смешивая их между собой и пытаясь повернуть историю в свою пользу. В 2016 году я работала спецкором РБК. Это было золотое время РБК, когда редакция была еще полностью независима от Кремля. Я тогда много писала про громкий арест петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. И вот однажды ко мне обратился некий человек. Он назначил встречу в Новинском пассаже. А Новинский пассаж – это было такое модное место встреч всяких решальщиков и других людей сомнительных профессий. Я пришла, а мой собеседник принес с собой просто целую кипу документов. Все они описывали, как устроена схема контрабанды через петербургскую таможню. Кстати, она была довольно забавно устроена. Например, схема перегруз. В Россию въезжает фура с дорогой одеждой. При этом подается декларация на щебень или на кирпич. В общем, на что-то недорогое. Пока фура едет от границы до таможенного терминала, она успевает заехать на специальный склад, где дорогую одежду из нее выгружают, а тот самый щебень или кирпич в нее загружают. Потом фура едет на таможенный терминал и честно проходит все проверки. А дорогая одежда уходит куда-то по подложным документам. В общем, мой загадочный собеседник из Новинского пассажа дал нам кучу полезных документов. Но одновременно он очень сильно упирал на то, что все эти схемы крышуют определенные сотрудники ФСБ. Тогда все ниточки вели к тогдашнему главе управления КА генерал-майору Виктору Воронину. И вот тут уже была загвоздка. Потому что проверить, что именно эти сотрудники стоят за схемами, было невозможно. Мы с автором несколько месяцев работали над этим материалом, проверили все, что только могли проверить по документам, и в итоге выпустили большое расследование, а оно даже попало на первую полосу. Собственно, оно сейчас перед вами. Но мы сосредоточились именно на самих схемах контрабанды, а в части крышевания мы постарались быть максимально аккуратными и не называть фамилии, только если нам их не назвал какой-нибудь независимый источник. Теперь объясню контекст всей этой ситуации. На тот момент внутри ФСБ шла одна из самых ожесточенных битв в истории этой спецслужбы. Как мы и любим говорить, война башен. Одни ФСБшники очень неплохо сжирали других. И вот мой решальщик из новинского пассажа, он как раз играл за одну из этих команд. И его целью было накидать мне, как журналисту, как можно больше фамилий людей с противоположной стороны, независимо от того, причастны они к контрабанде или непричастны. То есть его мотивация была не вскрыть схемы контрабанды, а, грубо говоря, набросить на своих оппонентов. Хотя схемы контрабанды при этом тоже вскрывались. Но это было скорее побочным продуктом для моего собеседника. А сам он, разумеется, тоже был контрабандистом. Обыски прошли в Федеральной таможенной службе, включая кабинеты главы ФТС Андрея Бельянинова и двух его заместителей. На этот раз с обысками пришли к главному российскому таможеннику. Следственные действия идут в кабинете руководителя таможенной службы Андрея Бельянинова и в его доме. Наше расследование в РБК вышло 26 июля. И именно в этот же день прошли обыски у главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Не думаю, что это было совпадение. То есть люди в погонах каким-то образом наш материал тоже использовали как арт-сопровождение. Сделать с этим, к сожалению, ничего было нельзя. Хотя лично для меня это был неприятный сюрприз. Но, по крайней мере, мы не дали источнику внушить нам заведомо ложные факты и написать историю так, как он бы этого хотел. Напоследок расскажу вам еще одну историю. Вы наверняка и сами про нее что-то слышали. Несколько лет назад появился призыв «Спаси Байкал». Его амбассадором был стилист и шоумен Сергей Зверев. Я, как и все нормальные люди, против строительства завода по разливу воды в Китай. Речь шла о том, что некая компания с китайскими корнями начала строить в поселке Култук Иркутской области завод по разливу питьевой воды из Байкала. Планировалось продавать ее в Китай. Мы тогда с оператором отправились в Иркутск и убедились, что многие местные жители действительно против этого завода. И чтоб вода его не текла в Китай. И чтоб никто никогда не сказал. Мертвое море, священный Байкал. Для проекта «Ромб» мы сняли, как выглядел этот строящийся завод и те самые страшные трубы, через которые китайцы якобы собирались выпить весь Байкал. Как видите, что-то довольно мелкое, ну, по крайней мере, в масштабах Байкала. Более того, на Байкале к тому моменту действовало уже шесть заводов по разливу воды, но они не вызывали ни малейшего народного гнева. Более того, именно этот китайский завод строился на том месте, где прежде находилась нефтебаза и осуществлялась перевалка нефти. Очевидно, не самое чистое место. Именно на том месте, где стоит завод, раньше находилось нефтеперерабатывающее предприятие. На этом месте, да, ранее, не могло бы никаких птиц. Тогда почему же стройка именно этого завода стала такой резонансной? Во-первых, честно говоря, дело, наверное, в довольно сильной ксенофобии и страхе местных жителей перед экспансией Китая. Вот что нам прямо на камеру говорила одна из местных жительниц. Туда китайцев допусти, да они чашками Байкал вычерпают. Чашками, понимаете, так и будет. Полтора миллиарда. Так и будет. Все. Каждый возьмет чашечку, и Байкала не будет. Во-вторых, как это часто бывает, имелся и бизнес-интерес. Буквально по соседству находился уже действующий завод по розливу Байкальской воды, связанный с Олегом Дерипаской. И эту воду тоже отправляли в Китай. Потенциальная конкуренция, очевидно, была олигарху не по душе. А в-третьих, у завода не было высоких покровителей. Поэтому он стал такой боксерской грушей, которую одновременно били и действующий тогда мэр Единоросс Дмитрий Бердников, и действующий тогда губернатор-коммунист Сергей Левченко. Они буквально соревновались, кто первым закроет злополучный завод. Кстати говоря, именно мэр организовал тот самый митинг против завода, позвав туда многочисленные народные ансамбли. В общем, завод в поселке Култук снесли, так и не достроив. Многие люди получили от этой истории личную выгоду. Самопиар, политические очки, либо бизнес-интерес. Но ничего общего с заботой об экологии или с заботой о Байкале это, конечно, не имело. Друзья, всегда помните, что у источника может быть личный интерес. Не позволяйте использовать себя в темную. И уж тем более, не позволяйте водить себя за нос и внушать вам заведомо ложные факты, откровенные фейки. Я это еще называю накормить тухлятиной. Друзья, не позволяйте накормить себя тухлятиной. Проверяйте факты. Продолжение следует...